Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Мы с вами научены пастором Аркадием, что существует два рода младенчества. Первый род младенчества – это положительное, о котором здесь говорится, что таковых есть Царство Небесного, и если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не сможет войти в него и не сможет сохранить его. И есть другой, отрицательный род младенчества, когда Писание говорит «Не будьте дети умом, но на злое будьте младенцы, по уму будьте совершенны». Для чего нам необходимо иметь совершенный ум? Писание говорит для того, чтобы познавать мысли своего Отца. Кто познал ум Христов, чтобы судить о Нем? И апостол говорит «А мы имеем ум Христов». И вопрос заключается в том, что мы хотим иметь ум Христов, но как нам иметь ум Христов? Для этого надо сразу обратиться и посмотреть, каким образом принимается ум Христов. Во-первых, для того, чтобы принять ум Христов, для того, чтобы мы могли познавать ум нашего Небесного Отца, нам необходимо согласиться с тем, что мы имеем плотской ум, что мы не соглашаемся, чтобы наш плотской ум был поставлен наравне с умом Божьим. Это первое, с чего начинается наше возрастание в Боди, и когда мы начинаем совершенствоваться, когда мы говорим «Господь, я не хочу свой ум ставить наравне с Твоим умом». И потом, поняв свое младенческое состояние, я говорю «Я хочу, Господь, быть Твоим Сыном». Потому что Писание говорит, что младенец родился, Сын дан нам, владычество на раменах Его. Младенец должен стать Сыном. И Сын – это тот человек, о котором Господь сказал, «Сын Мой, храни заповеди Отца Твоего и не пренебрегай и не отвергай наставления Матери Твоей. Навяжи их на сердце Твое и обвяжи ими шею Твою». То есть здесь говорится о том, каким образом теперь этот человек может возрастать и приобретать ум Христов. У этого человека должно быть постоянное отношение к Матери Своей и к Своему Отцу. И если у человека нет правильного отношения к своей Матери и к Своему Отцу, это говорит о том, что он никогда не сможет иметь в себе ум Христов. А если он не будет иметь ум Христов, он никогда не сможет познать мысли своего Небесного Отца. И как мы с вами прочитали вначале, и как мы с вами научены, для того, чтобы нам быть вот этим младенцем, о котором Писание говорит, «Сын мой, владычество на раменах Твоих, урим и тумим, на раменах Твоих, в формате Твоего благовествуемого слова, которое Господь предлагает в Своей Церкви». Для этого нам необходимо сказать, что Господь, первое, с чего я начинаю приобретать ум Христов, я никогда не буду ставить свой плотской ум и свой человеческий интеллект наравне с Твоим умом. Я буду принимать Твои мысли через моего Отца в моей Церкви, которая является Матерью всем нам, и буду возрастать в этих мыслях, для того, чтобы я мог понять ум моего Небесного Отца. Поэтому у нас сегодня есть пожелания святых. Дорогой пастор Аркадий и Церковь, мы желаем посвятить нашего младенца, Эвелину, Игорь и Алла. Пожалуйста, Игорь и Алла, мы просим вас выйти сюда, и мы будем в Церкви, которая является Матерью всем нам, посвящать вашего младенца. Конечно же, мы надеемся увидеть нашего пасторя, брата Аркадия, как можно скорее, который представляет Отцовство Бога, но пока его нету, он, разумеется, поручает своим помощникам, которые с ним в одном духе, помогать ему в служении. Поэтому мы с вами имеем такую великую участь посвятить этого ребенка Господу. Встанем, пожалуйста. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и будем благословлять сие чадо. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за святых, которые сегодня имеют желание посвятить своего ребенка Господу, для того, чтобы Ты, Господь, мог прикоснуться к Нему. Мы благодарим Тебя, Господь, за это место, на котором пребывает память Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя за могущественное Слово Божие и Дух Святой, который обильно пребывает на этом месте. Поэтому на основании Твоего Слова мы принимаем Твое благословение и благословляем все ее чадо перед Твоим лицом. Да благословит Тебя Господь! Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и додаст Тебе мир! Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а я снуют Тебя, и к Тебе не приблизится! Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных! И да будет благословена милость и премудрость Бога нашего над Тобою! Да будешь Ты славным венцом и царскую диадемую в руках Господа! Да придет все это на Тебя исполнится во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Вот так, Евелиночка, сестричка, приветствую вас! Все, будьте благословены! Садись, пожалуйста! Садись, пожалуйста! Будьте здоровы!